В эфире телеканала Якутия 24 новости экономики. В студии Нюргуяна Иванова и в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Продолжение следует... За которыми стоит 1200 новых инвестиционных проектов и 120 тысяч новых рабочих мест. С помощью режимов территории опережающего развития свободного порта Владивосток и целевой государственной поддержки инвестиционных проектов запущено 100 новых производств с объемом частных инвестиций в 12 миллиардов рублей. До конца 2018 года будут работать 200 новых предприятий. Эти инвестиции диверсифицируют сырьевую экономику Дальнего Востока. 90% из них не связаны с добычей полезных ископаемых. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм. 70% инвестиций вкладываются в экспортно-ориентированные производства. На долю Дальнего Востока пришлось 26% всех прямых иностранных инвестиций, поступивших в Российскую Федерацию. Об интересе международного совобщества в Дальнему Востоку свидетельствует Восточный экономический форум, в котором приняли участие наряду с президентом России лидеры Японии, Южной Кореи и Монголии, а также таких гигантов, как Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки. Работа по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке станет важным треком на последующие годы. Уже подготовлены планы развития 44 точек роста. На их финансирование в федеральном бюджете до 2020 года предусмотрено 68,5 миллиардов рублей. В рамках приоритизации работы на Дальнем Востоке госкомпании вложат по своим направлениям до 2025 года 2 триллиона 76 миллиардов рублей. Это значит, что появятся новые и модернизируются уже действующие объекты энергетики, железные дороги, будет развиваться жилищное строительство. Отдельно в ДФО будет прорабатываться вопрос по обеспечению транспортной доступности. В этом году 900 тысяч человек смогут воспользоваться так называемым плоским тарифом. Напомню, что билеты по таким тарифам имеют фиксированную цену, которая не зависит от даты приобретения. Также обсуждается вопрос распространения льготных авиабилетов на многодетные семьи. Для получателей Дальневосточного гектара будут разработаны меры поддержки для освоения земли. Агентству по развитию человеческого капитала поручено разработать кредитный продукт для этих целей. Коллективным поселениям будет подводиться инфраструктура. Кратко об этом говорилось на заседании итоговой коллегии Минвостокразвития. Правительством Российской Федерации утверждена концепция демографической политики развития Дальнего Востока, которая предусматривает увеличение численности населения макрорегиона к 2025 году до 6,5 миллионов человек. В ближайшие 6 лет у Дальнего Востока есть все, чтобы обеспечить экономический рост макрорегиона на уровне ведущих экономик стран АТР и увеличение численности населения на Дальнем Востоке. Об этом сказал глава Минвостокразвития Александр Галушка на итоговой коллегии ведомства. Запасы алмазов Алроса в 2017 году увеличились почти до 1,2 миллиарда карат. Объем общих запасов алмазов с учетом разведываемых месторождений в соответствии со стандартами комиссии по запасам полезных ископаемых увеличился за год почти на 58 миллионов карат. По состоянию на 1 января 2018 года он составил 1,182,000,000 карат. На выполнение геологоразведочных и экспоразведочных работ в 2017 году Алроса направила в общей сложности почти 8 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании. Прирост запасов связан с разведкой и оценкой глубоких горизонтов трубки «Интернациональная». Подсчетом запасов глубоких горизонтов трубки «Юбилейная», а также завершением оценочных работ по третьей очереди погребенной россыпи «Нюрбинская». Одновременно в компании стартовала реформа геологоразведочного комплекса, направленная на повышение его эффективности. Китай собирается увеличить закупки газа в России и других странах из-за недостаточных запасов собственного топлива. Об этом заявил глава Государственного комитета по делам развития и реформ Китайской Народной Республики Хэ Ли Фэн. В 2017 году объем поставок газа населения Китая составил 237 миллиардов кубометров, что на 14% больше, чем годом ранее. Рубль снизился к доллару и евро во вторник на фоне приостановки роста рынка нефти в районе уровня 65,5 доллара за баррель. Аналитики отмечают, что на курс рубля влияет также усиление геополитических рисков. В частности, игроки рынка оценивают новости о готовности Северной Кореи вести диалог в США по вопросам денуклеаризации. Кроме того, анализируются итоги встречи высокопоставленных представителей ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти. Минтруд предлагает увеличить штрафы для работодателей, которые нарушают права сотрудников при выборе зарплатного банка. Изменения предлагается внести в кодекс об административных правонарушениях. В министерстве отметили, что на данный момент за это правонарушение работодатели могут наказать предупреждением или наложением административного штрафа на должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица от 1000 до 5000 рублей, а на юрлиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В Нюрбе прошли публичные слушания проекта расширения отвалов с крышных пород карьера Нюрбинский. Целью проекта стало размещение, то есть расширение действующего отвала отходов пятого класса опасности. Это необходимо для продолжения добычи алмазов на месторождении трубки и россыпи Нюрбинская. Проектной организацией выступил Якутский надзвучно-исследовательский и проектный институт алмазодобывающей промышленности Якутнипроалмаз компании «Алроса». Начинающие фермеры Якутии могут получить грант в размере 3 миллионов рублей для развития дела. Желающие могут подать заявки на получение гранта. Очередной прием документов начался с 5 марта. Грант в максимальном размере 3 миллионов рублей будет выдаваться и фермерам, планирующим заняться молочным и мясным скотоводством. Табунные коневоды, птицеводы и желающие выращивать сельскохозяйственную культуру получат полтора миллиона. Отметим, что с 2012 года гранты для развития хозяйства получили уже 552 человека. На этот раз из федерального и республиканского бюджета на эти цели предусмотрено 174 миллиона рублей. В феврале потребительские цены увеличились на 0,2% в годовом выражении. Инфляция сохранилась на уровне 2,2%, свидетельствуют данные Ростата. В январе цены выросли на 0,3%, продовольственные товары в феврале подорожали на 0,4%. Непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,1%. В феврале по-прежнему наибольший рост цен отмечался на плодовощную продукцию. Так подорожали виноград, капуста и картофель от 7 до 8,5%. Соответственно, бананы, морковь, огурцы и свекла от 3 до 7%. Вместе с тем снизились цены на помидоры, чеснок, апельсины и лимоны. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.